вот смотрите я сейчас снял винт по какой причине потому что когда даешь чуть больше газа звук идет скорость не идет важно отметить что мы давным давно уже не цепляли ничего вот это вот мы немножко сносили это было у нас в греции то есть два с лишним года назад с тех пор мотор работал нормально но вот сейчас мы перешли на якорную стоянку и случилась некоторая беда то есть сам винт состоит из следующих деталей как я это понимаю есть такая втулка которая одевается на вал и соответственно вал крутит втулку а втулка передает крутящий момент на винт и делает это через некую вот резинку эта резинка наверное сейчас уже и выполняет ту самую роль шпонки предохранительные да когда винт упирается во что-то такое серьезное просто проворачивается вот эта резинка и срывается винт остается целым и казалось бы все здорово и классно но есть одна проблема вот эту шпонку нам нигде не купить ну точнее купить ее можно предварительно заказав сама она стоит 35 евро что уже само по себе не дешево и ее доставка сюда на гран-канарию обойдется еще в 25 ни в одном магазине ее нет в наличии странно тут три или четыре тут три или четыре официальных дилера и ни у одного из них шпонки вот этой вот нет вот такая вот фигня зачем официальные дилеры здесь нужны я не понимаю потому что по большому счету в подвесном моторе две самые часто ломающиеся детали это вот эта шпонка вот это как прокол колеса можно заработать любой момент и второй момент это жиклер в карбюраторе да который можно засорить так или иначе и его нужно либо чистить либо как правило менять непонятно почему нет этой детали но будем открывать кружок очумелой ручки и пытаться отремонтировать кустарным методом по плану сейчас просверлить отверстие то есть видите с этой стороны у нас шлицов нет и один из продавцов чуть было меня не ввел в заблуждение он сказал что типа вот же у тебя шлицы типа сносились беда беда надо менять на самом деле как я пришел к выводу шлицов там быть и не должно потому что в принципе винт одевается и шлицы совпадают с валом все нормально крутится но при окружении винта на передаче он прокручивается вокруг шпонки то есть беда именно в самой этой резинке поэтому надо как то это все дело закрепить я сейчас хочу просверлить здесь отверстие и загнать сюда заклепку единство что заклепки у меня по размеру нет но будем пробовать разные вариации в общем-то винт алюминиевый заклепки алюминиево ничего не произойдет криминального будет максимум дырочка в любом случае хотелось бы отметить что сам по себе винт стоит 85 евро и винты есть наличие против получается 60 евро стоимости вот этой детали которые потом еще неизвестно как менять наверно 20 30 евро за выпрессовку и запрессовку новый придется отдавать в общем испортить винт не так страшно на самом деле как если вдруг получится его отремонтировать то есть видите заклепка достаточно длинная но при сжимании ее должно раздавить в той самой резинке я так надеюсь и она должна закрепить мне вот эту деталь ну что будем пробовать и так в общем я просверлил конечно как-то все это грубовато выглядит сейчас попробую начать сдавливать и посмотреть как она будет клепаться ну что же ребят вот такая вот конструкция у нас произошла получился у нас винт с гвоздем вы скажете не симпатичненько я с вами соглашусь зато будет работать вариант она все-таки временный как бы не стал постоянным ну что пробуем ладно ладно уговорили сделал я чуть-чуть посимпатичней ну в общем самоделка есть самоделка где-то на воде без станков без ничего ну что делать главу что работает я уже проверял сейчас прокатимся с вами ну чё погнали а ну все оптимистичной ноте заканчиваем видео делайте ставки как долго прослужит эта шляпа но первым попавшимся магазине мы в любом случае подкупим наверно винт потому что но это не дело такое решение сильно временное и 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